Всем привет друзья, вы на канале Шедвель Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем Raven Remastered версия и находимся возле музея, снова возле Каирского музея, только теперь посмотрим на эту ситуацию глазами Адиля, по-моему так его зовут, и ему нужно сейчас пробраться как-то в этот самый музей. Я уже тут набросал некоторые меточки, видите, пока мышкой водил, уже понял, что надо на лестницу как-то разбираться, ну, сейчас будем разбираться, давайте посмотрим список наших заданий, мне нужно как-то пробраться в музей, чтобы найти схему хранилища, вот-вот сейчас этими займемся, ну поехали, откроем дверь автомобиля нашего, надеюсь, я справлюсь замком до того, как придет владелец машины, рабочие не славятся спокойным, дружелюбным характером. Так открывай давай, да не бойся ты, не отлупят тебя шваброй, давай дергай, закрыто, посмотрите на дверь фургона, дверь закрыта, я не хочу выбивать окна, кто-то может этого слышать и вызвать полицию, ну ладно, это я понял, сейчас будем искать, посмотри на круг для буксировки. Ну че, так далеко? На буксировочном крюке теннисный мяч, люди так делают для того, чтобы не выпачкать с маской крюк из своих штаней. У нас есть теннисный мяч, я нашел. И что он, что у нас, зачем он нам нужен? Он перерезан и выпачканнутри с маской. Иди к входу. А, это не туда. Ну ладно, еще есть идеи? Нет пока. Смотрим дальше фургон. Рабочие, наверное, недалеко, если не в музее, тогда где-то рядом с ним. Ну и что делать дальше? Ладно, давайте посмотрим на лестницу. Интересно, пожарная лестница может войти в музей по крышу? А может, почему бы и нет? Слишком высоко, я не достану рукой. Наверное, они хотят, чтобы люди просто свалились, если будет пожар. Ну, с другой стороны, сюда может идиот какой-то залезть вроде тебя и поджечь музей. Посмотри на пожарную лестницу. Интересно, пожарная лестница, войду в музей по крыше, понятно. Давайте еще окна посмотрим, и гараж, по-моему, мне попался, да, здесь? А, нет, это не гараж, это толкнуть фургон? Ничего себе! Это не фургон, вообще-то это грузовик, ну ладно. Будем считать, что это фургон. Ну что, получится у тебя, Адиль? Давай, друг. Не получится, ручной тормоз затянут. Да, конечно, без ручного тормоза ты бы его сдвинул. Ладно, давай, не надо пыжиться. Не надо, а то что-то вылезет еще. А некрасиво будет. Давай. А мусорка, что мне мусорка-то может дать? Мне надо поимпровизировать, если я хочу войти в музей. Что это такое? Зонтик, мусорки, серьезно? Угу. Как ничего? Зонт в Каире для чего нужен? А может я воспользуюсь им, чтобы войти в музей? Ну и можно зацепить лестницу, я думаю, ручка что-то... А, нет, спица. Такая удочка может пригодиться. Да, он что-то там все в штаны опять засунул, свои безразмерные, и положил зонтик обратно. А во второй мусорке нет ничего. Подожди, что это за спица, ее даже не видно у меня в инвентаре. Грубая проволока с зонтаблой. Благодаря ей можно открыть зонт при большом ветре. Подожди, проволока может понадобиться нам для открытия двери в машине. Правильно? Я мог бы достать замок удочкой, но что сделать, чтобы он ухватился? А, пока не знаю. Ну, в общем, нам в любом случае надо открыть дверь, толкнуть фургон в грузовик, и, наверное, с помощью грузовика залезть наверх. Но нам чего-то не хватает. Мячик с этим соединять, не знаю, глупо, наверное. Да. Я тоже так подумал. А это ты не сможешь зацепить за лестницу? Вот, пожалуйста. Смотрите. И фургон нам не нужен. Фургон, блин, грузовик нам не нужен. Кажется, я не смогу развернуть лестницу. Блин, а я уже обрадовался. Ну, ладно, пошли к входу. Смотрим, что тут еще велосипед какой-то. Ладно, давайте посмотрим, что возле входа. Мало мы собрали еще предметов, чтобы решить эту загадку. Подняться по лестнице. Смотрим дальше. Мусорки, что тут у нас? Пальмы, боковая улица. Пока не знаю. Давай поднимемся ближе к двери. Собака? Такса? Поговорить с собакой? Мадир знает собачий язык? Кто хороший мальчик? Ну, кто хорошая собачка? Это собака ему сказала, кто хороший мальчик, наверное, да? А он ответ? А, так подожди, я могу ей мячик бросить. Я люблю собак. У меня был пограничный коле. Он везде ходил за мной. Был очень старым. Но это самый лучший друг, которого можно было бы пожелать. Я мог бы поиграть с этим щенком все время, но из-за этого я не войду в музей. Из-за этого. Музей сегодня закрыт на подготовку к большой выставке у Косфинкса. Ну-ну. На этой афиши у Косфинкса два глаза. Я должен надеть ему глазную, глазную-глазную повязку. Два раза глазную. Ну, я могу войти в музей, несмотря на то, что он закрыт. Нет, меня сейчас выкинут отсюда, да? Музей сегодня закрыт. Приходите завтра. Но ведь в музее посетители. Их подобрал директор Мокхарт, или у них приглашение. Возможно ли получить такое приглашение? Для тебя нет. Потому что ты иранец. Ну, пожалуйста. Разрешите мне войти. Мое судно сегодня отправляется в рейс, а я не могу уйти, пока не увижу мумию. Тогда возьмите лопаты и идите в пустыню. Вдруг вам повезет. Ха, юморист. Ничего, до встречи. Желаю удачи в следующий раз. Большое спасибо. Ты не знаешь, с кем шутишь, друг мой. Ты не знаешь, с кем шутишь. Ты выгнал сначала меня, а перед этим выгнал прекрасную таксу. Я думаю, нам нужно объединиться и вздрючить этого охранника. Сейчас мы это и сделаем. Так, подожди. Там что-то у нас обновилось. Охранник не пускает меня в музей. Должен убедить ее, что я получил разрешение на вход. Ну, давайте дадим мяч собаке. Что это нам даст, не знаю. Это очевидно просто. Больше делать здесь ничего. Зачем? Хочешь мячик? Он разрезанный, с маски. Думаю, ты не выживешь после того, как с ним поиграешься. Ну, теперь точно конец собаке. И что с ней дальше делать? Хочешь, да? Хочешь мячик? Подожди. Ну, хорошо. Может, на крюк собаку посадить? Туда вбросить, что ли? О, вот я и вошел. Давай, такса. Твой вход. Чувствую так, что посадят на 15 лет. Как соучастника. Что ты делаешь? Подойди сюда, ты черт. О, отлично. А я думал, он голый выбежал. Слушай, думал, собака его раздела. Не подходи, шивый, подле. В следующий раз я убью тебя, даже если меня уволят с работы. Сейчас должна собака вернуться. И мы еще раз должны бросить, я думаю. Потому что надо его раздразнить окончательно. Он сейчас выбежал без рубашки, а сейчас должен выбежать без штанов и всего остального. Ну, давай еще раз попробуем. Чему? Не умеем, что ли, на нервы действовать всяким ублюдкам. Давай. Шивая собачонка, сейчас ты не сбежишь от меня. Она нормально бегает. Так, подожди. Толкай его. Забегай, давай. Че ты ждешь-то? Реально, чего ждать-то? Ты успел спрятаться? Давай под стол. Куда-нибудь, давай, запихивайся. Меня надо управлять. О, под стол. Шикарно. Но больше, правда, некуда здесь. А, так это он, помните, валялся здесь без чувств. Догадайтесь, кто его сейчас выключит. Нет, вы не угадали, не так-то. Это буду я. Поэтому он и валялся здесь без чувств. Я думал, его грабитель какой-то ударил. А, собственно, мы и есть грабители. Да, все правильно, все сходится. Ладно, что делать? Мячик у меня. Интересно, каким образом? У меня их было два, что ли? Так, что делать? Напиши фамилию в списке. Еще псих, что ли? Как? Ударь его по голове просто. Выскальзывай. На кой? Ты сюда заскальзывал не для того, чтобы... А ты сможешь открыть? Ну, ты тихий парень. Что это такое? Пригодится. Так, и что мы взяли? Проволока. Нифига мы не взяли. Так, давайте еще посмотрим. Не, убери деда. Играй кофеваркой. Играй кофеваркой. Что значит играть кофеваркой? Напиши себе в списке просто. Раз ты смог к ящику подойти, то ты сможешь... И свое имя написать. Если, конечно, ты писать умеешь. А представьте, попался, да? Не смог написать без ошибок свое имя. Все, есть. Что, дважды, что ли, написать? Не понял. Или ты сначала имя написал, потом фамилию? Напиши давай уже. Чего ты боишься? Меня дважды впустят, да? Опа. Нет, ну хватит уже писать. Трижды, если напишешь, уже заподозрят о чем-то. Ну, давай поиграемся кофеваркой. Я бы его просто телефоном бы огрел, и все. И решил бы все проблемы. Но, вы видите, ненасытно. Еще кофейка решил попить. Ну, кофеварка, давай. Не понял. Я же написал фамилию. Кофеварка должна была сработать. Он должен был встать. Ну, ладно. Ну, в общем, я написал свою фамилию. Меня должны впустить. А, ну да. Вот так это получается. А мы выскальзываем потихоньку. Че ждем? Что такое? Обжегся? Да, по-моему, у того. Тошнит. Это мой шанс. Ну что, собака, я не знаю, что с тобой делать. Мы все, что могли, сделали. Теперь, ну, давай, заходи теперь. Это не сработает. Я не могу говорить охранника, что меня впустили. Как? Ты ж фамилию свою вписал. Ну, так тогда у нас ничего не изменилось, друг мой. Ты ж фамилию вписал. Теперь тебя должны пустить. Ну, ладно, давай еще раз. Бред какой-то. Ну, ты ж фамилию вписал. Иди теперь говори. Ты среди приглашенных. Все, давай, забегай. Сейчас он выйдет. Опять я в этом месте. Да что ж ты будешь делать? И что, опять играться с кофеваркой? А что ты фамилию не написал? Напиши фамилию в списке. Ну, уже ж делал. Чего она не срабатывает? Это странно. Опять работает. Может, мячиком тебя бросить? Ну, больше здесь нет. Я могу выскользнуть. С кофеваркой уже не поиграешься. Он уже обожжется. И уйдет. Это мой шанс. А что, зачем проволока тогда нужна? Странно. Его вырубить, по идее, надо. Он уже валялся здесь. Может, я не дописываю ее в эту фамилию? Он уже три раза прополз. Давай, я уже жмакаю уже. Блин, давай. Напиши себя уже в списке. Или я что-то не понимаю. Он реально просто писать, наверное, не умеет. Он берет и назад это все возвращает. Да. Шикарно. Я не знаю, что делать. Ну, вот я мог уже все получить. Странное дело. Ладно, здесь... Здесь делать нечего. А у охранника какое-то видное манесварение. После нашего кофе. Его кто-то укусил, он сказал на английском. Ты что ли его укусил? Ладно. Давайте искать... Разгадку, возможно, возле... Чего? Возле грузовика, скорее всего. Здесь-то делать больше нечего. Ну, походу, да. Здесь гараж. Это подвал. Он закрыт. Да где ж это, зараза-то? Толкнуть фургон бесполезно. Блин, ну тут в конце уже нас просто в угол загнали. Я не знаю, что делать. Как-то все остальные... С вами головоломки мы успешно решали. А здесь вот проблема. Подняться повыше. Ну, что-то... Что-то, видимо, мелкое есть здесь. На что нужно обратить внимание. Ну что? А ты можешь сюда пройти? А, ты же сюда можешь... Нет, нифига ты не можешь пройти. Войти в музей невозможно. О, а нет. Блин, я думал, он уже смог войти. Ладно, собака. Не знаю, что с тобой делать. Как-то надо куда-то попадать. Боковая улица только доступна. Лестница. Но здесь ничего нет. Только боковая улица. Ну, тогда надо что-то с этой проволокой делать. Если я ее вытащил, значит, она... Для чего-то это нужно. И что с ней делать? А лестницы не получилось. У меня ничего с ней сделать. С этой лестницей? И с этой проволокой. Что ж мне тут придумать-то? Понятно. Никак. Зараза. И что же делать? Уже сто раз прошло. Здесь что ли? Но мячик мы уже использовали. Проволока. Я, кстати, там что-то у него взял в столе. Какую-то линейку. Но она у меня не... Что-то тут появилось. Она у меня не отобразилась, эта линейка. Вы заметили? Подождите. Что-то тут пишется. Что тут пишется? Алло. О. Мусорка. Вот. Вы что, вообще что ли? Вы в своем уме? Представьте. Разгадка. Вот в этом вот кирпичике. Подождите. Сейчас я попробую без проволоки. Да, канализационная труба. Смотрите. Обалдеть. Вот как ее увидят здесь? Я не хочу ползеть через вонючий канал, чтобы попасть в музей. Должен быть другой путь. Над канализационной трубой находится металлическая решетка, чтобы люди не спотыкались. Но я совсем не знаю, что находится под ней. Да, если такие загадки дальше пойдут, я утону в них. Может быть, я выловлю что-нибудь этой проволокой? Нифига себе. Ничего, я даже могу коснуться дна. Стоило попробовать. Заметьте, ничего не произошло. А, уже изогнутая проволока. Нужно немножко воображения, можно подумать, что проволока это крюк. То есть проволока изогнулась, пока я ей ползал по дну, да? И что, теперь могу открыть машину? Серьезно? Да, я могу открыть машину благодаря тому, что засунул проволоку в канализацию. Такие головоломки на грани, знаете. Нервного срыва. Настоящий мастер на все руки. Ну что, поехали. Ну это же не фургон. Ну зачем вы его фургоном называете? Ну что, вперед? Освободить ручной тормоз. Все, машина может ехать. Затянуть ручной тормоз. Так, углубление для ног. Ого, ничего себе. Одежда живописца. Кажется, что живописец выбросил одежду, так как не хотел ходить весь день в одежде, которая пропитана потом. Черт с этим, у меня нет выбора. Красивый мужчина всегда хорошо выглядит, а костюм всегда работает. Ты точно живописец? А что ты вышел? Там же еще что-то могло быть. Это теперь я могу в музей, что ли, идти, да? Как живописец? Наверное, это его любимая песня. Что-то я мотив не могу вспомнить. Киркоров, что ли? Ладно, затяни ручной тормоз. Нет, не надо, давай толкнем сначала, подожди. Сейчас, давай, толкни, толкни, а ну давай. Хотя, как это будет выглядеть, интересно. Еще человека два надо. Да, ты ж. Ну так, это же Адиль. Ах, кажется, это будет работать. Работать для чего? Давайте затянем ручной тормоз, чтобы ветром не сдуло этот легкий фургон. С хитами Киркорова на борту. Затяни ручной тормоз. Есть. Ну все, все, выходи. Мы так продвинулись неплохо, спасибо Дэри. Канализация, вернее, что бы мы делали тогда. А ты сможешь залезть теперь? Машина же под... Рядом, ты теперь можешь... Оп, оп. О, легко. Опа. А зачем мне в музей тогда входить? Я и так... Залез куда мне надо. А, здесь еще не все так просто. Что здесь делать? Ну, теперь начинаем искать каждый кирпичик, смотреть. Вы же видите, что творится. Посмотреть через окно в крыше. Тут водичка какая-то капает. Краники. Труп какой-то лежит. Кого-то уже убили. Посмотреть через окно в крыше. Ну, давай посмотрим. Там небольшая комната. Если я правильно ориентируюсь, это сокровищница. Которую можно попасть через стеклянную крышу, да? Замечательно. Там броня стоит внизу. Здесь окошко. И... Нет следа ни око, ни лергнада. Скоро они должны прийти. Лергнада, да кто вообще? Нового персонажа вели. Ладно. Лигнард так Лигнард. Но нам в любом случае в музей надо входить. Здесь нас не ждут особо, видите? Ну, ладно. Это, я думаю, нам еще пригодится эта лестница. Сначала надо в музей валиться. И тупой охранник не увидит. И не узнает меня. Что я уже был однажды. Пять минут назад. Ты можешь здесь пройти, да? Благодаря... Одежде живописца, Которой в простонародье называется Малер. Будем ходить. Ну что, собака, удачи тебе. Этот маленький пакет в калке. Может быть, я могу использовать это, Ко мне удовольствия. Да, уже пригодилось. Давай. Следующая попытка. Да, теперь я могу войти. Музей сегодня закрыт. Приходите завтра. А может, вы один из рабочих? Я рабочий. Да, я рабочий. Я живописец. Хамид, Хамид. Твоей фирмы нет в списке. Моя фамилия, наверное, есть в списке. Я же себя вписывал три раза уже. Мой начальник сказал, что все сделал. А мой сказал, что запрещено впускать тех, которых нет в списке. Ну, сейчас спишем еще раз. Значит, я поспешил немножко, да? Ну, ладно. Сейчас сделаем себя в списке. Хамид, да? Сейчас будет Хамид. Теперь-то он должен вписать, правильно я понимаю? Я же ничего не запорол здесь. Все, пошел. Ну, правильно. Он тогда не мог знать, что вписывать, правильно? Какую фамилию вписывать. А теперь знает. Хотя, откуда он ее знал, эту фамилию? Документы живописца у него были, наверное, в кармане. В потной одежде. А, вот. Теперь мы знаем наименование фирмы. Ну, логично. Да, вписывай себя уже. Ну, теперь нас точно впусть. Ну, все. Это с этим мы закончили. Его обожгли. Все, давай отсюда выбираться. На него кто-то постоянно глазеет. Что-то не совсем с психикой плохо. Все, давай. И он нас забыл. Он опять потерял память. Он сейчас должен забыть нас. А список самообновился, да? Как же я вас видел минуту назад. Я только что разговаривал с моим начальником. Он мне сказал, что мы должны быть в списке. Ваш начальник может лично прийти и посмотреть, что... Списки нет. Хамид? Хм. Хэм. Письмо моего заместителя. Едва можно это прочесть. Хамид, Хамид, Хамид. А, вот и ты. Да, да. Произошла небольшая ошибка. Окей, наденьте это, пожалуйста. А, большое спасибо. Хм. Да. Это мы место уже помним. Помните, здесь наш... Констебль приходил. Это... Женщина. Мама Мэтта. Это подруга писательницы. Кажется, она ждет чего-то. Может, она ждет с сейфом? Хм. Нет, она не очень интересуется драгоценностью. Она профессора ждет. Профессора, который отвезет ее по Нил на путешествие. В путешествие большое, вернее. Так, ну ладно, иди... Давайте на сокровищницу посмотрим. В сокровищнице еще нет ока. Лучше, чтобы никто не увидел меня здесь. Повсюду ведено наблюдение. Ладно. Тогда я в главный зал. Хотя надо три раза нажать. Может быть, на одну и ту же точку, чтобы здесь что-то получилось. А в главном зале нас ждет кто? Подождите, а кто был в главном зале? Бабуля сидела, читала какие-то иероглифы. Да, вот она. Она, правда, там сидела в первый раз. Но это уже нам читать не надо. Я думаю, мы дважды не будем же нажимать головы. Пошли к бабуле. Лучше не подходить к ней. Не всегда существует риск, что кто-то меня узнает. И я уверен, что женщина очень хорошая обсерватор. Мда? А что мне тогда вообще здесь сделать? Посмотреть на скульптуру. Ну да, она тебя не узнает. Имхотеп. Что ты взял? О, у нас есть план. Обладает тремя, что я рабочий, могу их осматривать в спокойствии. Здесь сокровищница. Под ней еще одно помещение. А здесь вход. Недалеко от статуи. И еще один вход, который... Что ты здесь делаешь? А, это ты? Алекс пришла. Что ты кричишь тогда? Сейчас спалишь на всех. Что происходит? Что случилось на судне? События на судне. Все в порядке. Я смог остановить доктора. Что с ним случилось? Инч. Это означает? Я ничего не мог сделать. План Инча. Даже не скажет мне о своих наперениях. Мне надо взять планы музея, открытая, а не проходят в подвал под сокровищницей. Подвал под сокровищницей? Я раньше не слышал о них, и Инч каким-то способом узнал, что господин Икс занимается всем остальным. Что он хочет сделать? Понятия не имею. Мне это не нравится, мне тоже. План указывает на подвал под сокровищницей и два входа. Один находится там, но кажется, он закрыт. А другой? Он на крыше. Лестница чердака ведет в подвал. Как мне туда добраться? Вот и вопрос. Здесь какой-то маленький треугольник цифрами 3, 6 и 2. Это шифр? Я посмотрю вокруг, мне будет в порядке. Я бы хотел быть таким уверенным. Пришло время для великолепного финала, не так ли? Эх, береги себя. И тоже. Буквы Т пропустили. План всегда кажется немного легче, есть только о нем. Если только о нем говорить. Да, они... Они совсем не интересны. О, я хочу открыть этот подвал. Приступаем к делу. Давайте. Так, 3, 6, 2. Надо запомнить эти цифры. Они нам, наверное, пригодятся. Так, приступаем к делу. Берем бабушку и пробиваем ей проход. Наверное, это не сработает. Ладно. Надо что-то другое думать. Ну, давайте попробуем статую нажать. Что с ней делать? Тайный вход в подвал, наверное, находится за этой статуей. Хорошо спрятан. Ничего удивительного, что столько лет никто не нашел его. Ну? Ничего не вижу, никаких щелей никакого рычага. Не открою двери с этой стороны. Попробую войти на крышу. А потом по лестнице в подвал и открою ее изнутри. Что, мне опять на крышу лезть, да? Оно у тебя ж плана не было, правильно? Ты ж не знал, как. Ну, правильно. Ладно. Я понял. Сейчас я еще здесь на всякий пожарный... Проведу по всем точечкам. Мало ли. По бабушкам. Что-то здесь, может, какой-то пупырышек из-за него. Я буду долго думать, как спуститься. Но, по-любому. Все. Здесь делать больше нечего. Бегом давай на крышу. Правильно. Он тогда посмотрел. Он не знал, куда ведет то окно. Теперь он знает, что все будет хорошо. И у него есть план теперь. Сейчас спускаемся в подвал и подготавливаем взрыв, скорее всего. Вот как Алекс туда попадет. Ну, ладно. Об этом история умалчивает. Ну, все. Ее никто не останавливает. Я могу свободно пройти. Тем более, сейчас констебль припрется. Собаку надо спасать. Сейчас взрыв будет. Собака, пошли со мной. Так, давай. Там машины уже подогнали. Благодаря своей суперсиле. Можем спокойно взбираться наверх. И спускаться вниз. Ну, все. Вперед. Другого варианта нет. Если ты сейчас не спустишься, я тебя спущу силой. Нифига. Прикиньте, не работает. Как мне ориентироваться? Опять искать какую-то точку? На схеме рядом с крышей отмечен какой-то символ. Возможно, это мой путь в музей. Рядом с крышей. Рядом с крышей. Канализация. Это и она, крыша. Рядом. А, камин. Вот оно. Вот оно. Вот она, разгадка-то наша. Согласно плану, тайный вход должен находиться где-то здесь. Ну да, теперь кричи хо-хо-хо. Подожди. Код какой был? Три, шесть, два. Ладно. Подожди. Это же треугольник, что и на планах. Рядом с ним написаны цифры три, шесть и два. Не могу это расшифровать. Три, шесть и два. Подожди. Три, шесть и два. Один, два, три. Ну вот эти чем тени цифры. Один. Два. Три. Три. Ну давай три. Шесть. Шесть это четыре, пять. Раз, палочка. Два, три, четыре, пять, шесть. Очень хорошо. Что получается, да? Три, шесть. А, так может надо было третью эту нажимать, если я палочки считаю. Что нет? Нет. Это легко. Они ж не сбрасываются. Номера написаны справа налево. В этой части мира так считается. Короче, тут по-любому пройдешь, потому что нажимай все, что хочешь. И в любом случае, если неправильно, он просто его не нажмет. Все отлично. Все нормально. Пошли. Здесь решили нас не убивать, как с предыдущей головоломкой, когда были одинаковые головы. И их нужно было расставить. Здесь все просто. Так. Я в музее, но буду... Ну, будто в музее. Я в музее, но будто в музее. Сейчас узнаем убийство фон чего-то там. Секретов нет. Кстати, все стерли. Шикарно. Больше никаких подсказок нет. Дальше действуй как хочешь. Я не знаю, что мне надо делать здесь. Лампы. Видно, что кабель не очень прочный. Вероятно, что кто-то тайком подключился к электричеству в музее. И... Возможно, лампочка все еще работает, но все равно здесь светло. Четыре дыры в крыше, пропадает достаточно света, не надо включать ламп. Возможно, лампочка все еще работает. Старое снаряжение. Ищ говорил, что это в подполе, которое действовало в музее во время войны. О подполе. Они могли создать радиостанцию. Это замечательное место, так высоко над городом. Констебль говорил. То же самое. Кажется, это Толь. Может, с ним замазывают дыру в крыше. Большой тяжелый рулон Толя. Выбросили его 30 лет тому назад и забыли. Ну, ладно. Дальше что нам делать с этим всем? Ладно, подожди. Надо еще осмотреть комнатку. Стул. О, ножичек появился. О, теперь можем и ножичком тыкать куда угодно. О, перерезать кабель. А зачем? Может быть, это пригодится. Те током не убьет, дурачок. Вполне возможно. Так, я срезал. Это замечательно. Коломпочка немного изолированного кабеля. Это немного отличается от тех, к которым я привык, они сделаны в 30-е годы. Так, ну давай тогда и Толь. Нет, Толь не берется. Рубероид это называется, другими словами. Ну все, здесь нечего делать. Я нашел все, что мог. Но зачем вот это надо, непонятно. Можешь лампочку к нему подключить? Ну кусок отрежь, но пригодится внизу. Ладно, пошли вниз. Не знаю. Я лампочку-то взял? Согласно плану, эта лестница ведет из чердака в тайный подвал. Ну да, там взрыв должен произойти. Ну вперед. Что-то тут надо будет придумать сейчас. Здесь так темно. О, наконец-то мне указание пришло. Что делать? В темноте подвала я почти ничего не вижу. Я должен найти включатель света. Это дверь, которая была закрыта. Теперь она открыта. Потом опять ты ее закроешь, да? Е-мое, что же здесь делать? Может лампочку куда-то прикрутить здесь? Ладно, давай тыкать в темноте. Я нифига не вижу. Здесь должен быть проход. Подожди. Что значит поднимись? Ты что, издеваешься? Где же проход есть? Алло, товарищ. Проход должен быть. Констебль же пролез как-то в темноте. А ты что, не сможешь что ли? А, это может, наверное, без света я не заберусь. Мне надо вернуться назад и впустить свет сюда, что ли? В темноте подвала я почти ничего не вижу. Я должен найти включатель. А, включатель света. Он здесь есть вообще? Ой, может быть, где-то есть. Ой, может быть, где-то есть. Вообще-то лампочку надо прикрутить, и тогда все будет. Ну, давайте поднимемся вверх. Может, теперь он посмотрит на это с другой стороны. Ну и ну. Что, темноты боишься? Вот же включатель света, нет? Ну, так сделай что-нибудь. А, нет, это не включатель света. А тут еще голуби сидели раньше. Да что, бас. Зачем этот робероид нужен? Большой тяжелый урон Толя. Выборься ее 30 лет тому назад и забыли. Нет, там надо что-то искать. Здесь нечего искать вообще. Электричество не работает. Какой ужас. А что ж я там делать-то буду? Давай, вздохни. И начинай пщевать каждый миллиметр. В этой темноте. Ну, здесь выключатель на стене же логичный, да? А ты можешь сюда подойти? Блин, выползает это меню нижнее. Стой. Поднимем. Нет, это не то. Здесь надо при... О, есть. Вот. Переключатель. Нашел. Нашел все-таки, а? Да, ни хрена не будет. Ничто ужаса. Короче, надо лампочку прикрутить. Ну, я понял. Да, это, конечно, надо... И куда ее прикрутить? Во. Соединяем кабель. Я мог бы и соединить кабель, но сначала нужно снять изоляцию с кабель на стене из тех... От лампы. А, я понял. Это я умею делать. Этот нож должен снять изоляцию. Да, но это дело уже простое. Ну, и там точно так же делаем. Только их главное не потерять. Перережь кабель ножом. Перерезал. Ладно, сейчас я вижу только плюс и минус. Защищать будешь еще, нет? Нет. Ну, все, давай. Ладно, я скручу кабель от лампы и от электросети. Ну, все, давай, включай свет. Выключи свет. А это он горит? Включен, что ли, свет? Мать твою, неудачно. Что-то не в порядке с лампой. Так подождите, может, здесь еще какой-то есть? А что ж не то с лампой? Этот контакт грязный. Я был прав, очень ржавый. Перетричься не может свободно течь, раньше или позже лампочка перегорит. Хорошо, где взять лампочку? Лампочка у нас есть. Лампочка грязная, но выглядит неплохо. А, рубероид вверху. Рубероидом сейчас потрем. Ну, толь в смысле. Да, пошли наверх. Скорее всего, для этого это и создано. Сейчас мы ее потрем, потому что больше здесь ничего нет. Да успокойся ты, паука увидел. Да, давай. Точно, сейчас мы ее смолой обдадим. И будет контакт. Да, могу это использовать, чтобы убрать ржавчину. Ну, все. Ну, отлично. Ну, мастера просто. Можно электриками идти работать. Украсителем и электриком. Все, давай, тыкивай. Все должно работать. Все. Сейчас узнаем, что от нас требуется. Включатель, кабель, розетка, все готово. Мне нужно только очистить лампочку от ржавчин. Да проще пареная реп. Все, давай, включай. Только не потеряем выключатель. Сейчас должно загореться. Поехали. Посмотреть на стол. А сейчас что мне делать? Ладно, я посмотрю на стол. Если не был бы так запылен, то, может, кто-то использовал бы его. Какие-то истории может рассказать эта комната об отчаянии, огневе, торжестве? Это я могу обратно подняться. Ну что, с лампочкой веселее чуть стало, согласитесь. Но здесь делать нечего. Тут же каждая мелочь важна, сами понимаете. Сейчас упустишь и все. Потом ходи по этой комнате. Нам динамит вообще-то нужен или что здесь? Должно быть динамит, по идее. Что? Проверь механизм. Какой механизм? Согласно планам, где-то здесь находится тайная дверь в главный коридор. Это, наверное, запорный механизм. А, ну да, свинкса статуя. А сейчас внимательно. Во. А что, если ищу видеть тебя? А-а-а! Они не вместе. А, нет, не вместе. Нет, прости, он поймал меня. Я думал, они вместе, думали, бросили нас. Ты и твоя женщина, ты думал, что сделаешь это за моей спиной? Закрывай обратно дверь. Инч, нет. Вы заслуживаете смерти здесь и теперь. Тогда я не получу ока. Не причиняйте ей вреда. Умоляю вас, поживем увидим. Быстрее. Что ты падаешь? А-а-а-а-а. А-а-а-а. Никаких рук. А сейчас. Откуда она его достала? Прикуй ее к стулу. Нет. Ах, нет. Нет. У вас последний шанс, чтобы выйти отсюда живыми. Делай точно то, что я вам говорю. Прикуй ее к стулу. Прошу, не причиняйте ей вреда. Умоляю. Наручники сейчас. Наручники. Попробуй их найти и перейти наушники. Что в этой сумке? Мы это скоро узнаем. Наручники сейчас. Подожди, наручники сейчас. Может уже целиться в меня, ничего не сделаю. Могу тебе верить, но одновременно могу целиться в тебя дальше и знать, что даже не попробуешь двинуться. Будешь так любезен? А может ли мы... Можешь приковать свою девушку в наручник, кроме стула? Вот все, что можешь сделать ты. Да. Да, наручники я нажал. Подожди, может он голубь какой-то его сейчас обделает? И мы его вырубим? Ну, походу, нет. А, ну да, стул-то, когда констебуль сюда пришел, был чист от пыли. Значит, здесь кто-то сидел, значит, нам по-любому придется это сделать. Ладно, давай. Я тебя потом раскую, не бойся. I'm sorry. Прости. Чего было сюда лезть? Точно проблемы возникают? А это что за пятнышко? Я люблю тебя. Можно же так пристегнуть, чтобы не защелкнулась. Посмотри на нее, запомни, если будешь шутить со мной. Какой план? Все, что тебе нужно в сумке. Око скоро привезут, спустишь сейчас крышу в сокровищницу. А система сигнализации? Сигнал тревоги включится, но я проконтролирую, чтобы единственным последствием был забарикодированный выход из помещения. Как это сделаешь? Это мое дело, так как и охранники. У тебя будет лишь несколько минут, чтобы открыть выставочную витрину и подняться обратно на крышу. А что будет, когда я возьму камень? Когда вернусь на крышу, вокруг музея будет полно полиции. Точно. Невозможно сбежать. Это значит, я остаюсь в музее? В подвале сумка с едой и водой. Хватит вам на несколько дней. Я уверен, у вас будет чем заняться. Полиция во всем городе будет искать око, но не в музее. И когда снова откроют музей для посетителей, я и ПАД пройдем тайным выходом в главный коридор. Я буду наблюдать каждый ваш шаг. Ты принесешь мне драгоценность, и мы никогда больше не увидим друг друга. Каким способом я могу открыть выставочную витрину? Я защищаю поли непробиваемое стекло. Все, что тебе нужно в сумке, такой умница поймет, что с этим сделать. Если сделаем все, что хочешь, ты позволишь нам уйти. Я не умею проигрывать, но я щедрый победитель. Как ты узнал о нашем плане? Случайно? Совсем случайно? Нет, я не ожидал. Я не ожидал, что месяцами ты будешь пробовать добиться моего доверия, чтобы потом уйти. Ты должен быть терпелив, если хочешь украсть око сфинца. Это редкая черта у молодежи. Жалко, что нам придется пойти разными дорогами после этого случая. Я не могу этого дождаться. Умоляю, освободи ее. Возьми меня. Очаровательная молодая леди, умная, красивая и способная. Почему она общается с такой мелюзгой, как ты? Ты уверен, что ты не только пешка в ее руках? Освободи ее. Как только ты принесешь мне второе око. План сработает, признаю. План сработает, сделаешь все, чтобы так случилось, или она пострадает. К делу. Время проходит, а мне надо заняться охранниками системы охраны сигнализации. Все будет хорошо. Знаю. Береги себя. Но если откроешь эту дверь, у тебя в сумке не будет око, я сначала выстрелю, а лишь потом буду спрашивать, что случилось. Ты нам не позволишь уйти, не так ли? Мне нужен козел отпущения. В противном случае, этот предатель был бы мертв. Он этого не понимает, потому что не думает так, как ты. Ты пошутила не с тем человеком, а сейчас тебе надо отвечать за последствия. Ну и ну. Посмотрите на брезент. Там же труп лежит. Так, что мне делать? Я уже запутался, если честно. Это нас не касается. Врач и баронесса. Это мы читали. Наверное, дополнилось где-то, где-то на Алекс, да? План нынче, наверное, добавился, да? Алекс. Адиль. План. Так, есть. Ничего себе не случится. Ничего не может случиться. Ненавижу того, что не могу быть с ней. Я знаю, что она может сама себя позаботиться. Но Алекс, наедине с этим психом, не могу думать об этом. Я должен сосредоточиться на задаче. Ну да, это вот и добавилось. Ладно. Давай что-то делать. Сумка. Что мне надо делать? Взрыв как-то надо организовать. Так ее лучше с подвала организовать, по-моему. Альпинистское снаряжение. Веревка. Сумка. Сумка в сумке? Пачка жвачки? Зачем я не ждал мне пачку жвачки? Чтоб кто с голоду не сдох. Это все. Альпинистское снаряжение и пачка жвачки. Слишком мало для такого взлома. Придется импровизировать. В сумке нет ничего, кроме этого, и она мне не пригодится. Но это же альпинистское снаряжение, которое я носил в Лондоне. Не хватает только маски. Может, Инч хочет, чтобы камеры записали мой красивый профиль? Я не могу перестать думать о ней, но надо взять себя в руки. Это не получится, если я не сосредоточусь. Все будет хорошо, все получится, мы выйдем из музея и поженимся. Надеваем альпинистское снаряжение. Зачем здесь брезент? Под брезентом что-то есть. Ведро, тряпки и губка. Рабочий инструмент мойщиков окон. Я думал, труп. Наверное, им не хотелось каждый раз тащить это на крышу. Мне не нужна губка, ведро тоже. Но это тряпка, ее можно вытереть от печатки пальцев. Так, тряпка есть. Сапоги не нужны? Нет, желтые, такие неприметные. Так, ладно, давай веревку. Что еще здесь можно стянуть? Я могу свободно спуститься, кстати, по лестнице. Хорошая качественная веревка. Она достаточно длинная, чтобы спуститься по ней сокровищниц. Так, бери ее в руки. Оставлю это здесь, пока не понадобится. Хорошая веревка, длинная, так, понятно. Подожди, рычаг какой-то. Рычаг для окон, которые вручную не откроешь. Твой новый дом. Для окна, наверное же, да? Его использовать надо. Окно можно открыть. Наверное, это вход для уборщиков и реставраторов, когда они работают наверху. Ну так открывай. Здесь механизм для открытия окна рычагом. Вижу два электрических контакта. Между ними кусочек металла прикреплен к стене. Это сигнализация. Если я открою окно, металл подвинется, разомкнет цепь и включится сигнал тревоги. Мне надо как-то его обойти, чтобы избежать встречи с охранниками. Мне надо как-то добраться к контактам и обойти цепь. Лишь тогда я смогу спокойно открыть окно. Ну и какие у тебя идеи? Может не надо было одеваться раньше времени? Снаряжение альпиниста. Можно было еще войти? Ну, нельзя окно открывать вообще-то, рычагом. А что это такое? Сумка. Сумка, которая стягивается сверху. Пачка жвачки. Мой любимый вкус. Маленькая тряпка может для полировки окон. Ну, давайте соединять все со всем. Сумка не для этого. Осталась последняя. Зачем ты ее жуешь, что ли, да? Что это? А что это? Что-то заползло в жвачку. Либо это самая дорогая жевательная резинка в мире, либо я не хотел, чтобы я нашел этот алмаз. Это точно не награда за мою тяжелую работу. А, но алмаз режет окна. Это мы в курсе. Мы вытащили алмаз. Ничего себе, этот алмаз. Он не идеальный, но очень большой. Подойдет ли он к обручальному кольцу? Не знаю, как к кольцу. Жвачка. Я слышал, что жвачка помогает сосредоточиться. Это мне пригодится. Ну, давай, бери алмаз и вырезай кусок окна. Нет, его, наверное, надо куда-то вставить. Блин, столько предметов. Фантика жвачки. Когда вкус закончится, то я могу завернуть ее в фантик и выбросить. Че, издеваетесь? Подожди. Сумка. Ладно. А куда ж мне этот алмаз? На жвачку, что ли, прикрепить? Не пойму, куда алмаз девать? К веревке. Ладно, если я спущусь, что будет? Нет, ты не сказал мне, что мне нужна только сумка. Я доверяю ему, он хочет получить драгоценность, и пока ее у него нет, он не будет мне мешать. Да, ну хоть спускаться не надо, ты уже думал опять ходить в собачку. Мячиком развлекать. Товарищи, что делать? У меня какая-то жвачка фантика от жвачки, бриллиант есть. Ну давайте попробуем. Он сейчас сработает. Мне надо как-то добраться к контактам и обойти цепь. Лишь тогда я смогу спокойно открыть окно. Хорошо, здесь, наверное, скорее всего, где-то есть кон... О! Кран! Может, они используют его, чтобы сбрасывать давление, когда идет дождь? Или просто наполняют ведра, когда моют окна? Откроем этот кран. И... Давайте тряпочкой заткнем его. Нет, мы смочили его. А зачем мы смочили тряпку? Мокренькая, не положу ее в карман. Так, мы взяли тряпочку, у нас есть крюк. Все, этот нам кран не нужен. А зачем это нам, не пойму. Ну хоть от тряпочки избавились. Используем мокрую тряпку с... Окном. На самом деле, это не моя работа. Что? А чья работа? Кто будет полировать? Твою мать. У меня да, лишь как-то добраться контактами, обойти цепь. Ну понятно, мыть ее не надо, да? Это тряпку. Ладно, что еще можно придумать? Сумку, 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 тряпку, сумку. Какие тут еще есть мелкие детали, о которых... Я не знаю. Веревка теперь нам нужна. Хорошая, кажется, веревка. Она достаточно длительная, чтобы спуститься по ней сокровенничеству. Нет, она пока не нужна. В общем, сначала окно надо открыть. А потом уже все остальное. Но не откроется это дело. Да что ж вы делаете? На самом деле, это не его работа мыть окна. Подождите, здесь есть контакты какие-то. Что-то здесь еще надо сделать. Да что ж ты будешь делать-то? Нет, подождите. Жвачка. Зачем тут нужен бриллиант? Бриллиант нужен, чтобы что-то отрезать. Он стекла хорошо режет. Зачем нужна вообще сумка? Он хотел, чтобы я не потерял это. Так, а зачем нужна сумка? Ё-моё. Ребята, ну что вы делаете? Это же невозможно понять, что здесь делать. Какая-то мелочь. Какая-то где-то мелочь на экране висит. И я не могу с ней ничего делать. Я уже тряпочку даже намочил. Рычаг. Использую рычаг, чтобы открыть окно. Окно открыть можно, но не сейчас. Его нужно открыть, когда не будет сигнализации. Правильно? Совершенно верно. Отполировать окно, чтобы разрезать его. И вот тут, конечно, что-то, что-то здесь есть. Может, ножом разрезать это? Нож на окно. Да, конечно. Надо сначала его под... Невозможно вырезать окно из рамы, но снизу и вокруг него есть резина. Вот, пошел процесс. Сначала ножичком мы с вами вырезаем резину. Сквозняки официально пришли в музей. Под окном щель на 1-2 сантиметра. Я могу засунуть туда пальцы. Ну, наверное, тут резинку надо использовать. Нет? А зачем пальцы-то засовывать? Я вырезал столько, сколько смог. Дальше расширить щель этим ножом невозможно. Так, теперь тряпочку засовываем в эту щель. Ладно, я здесь, я сейчас назад-вперед. И поехали. Вот она, мокрая тряпка на контактах. Подожди, как же ты откроешь ее? Тряпку пристроили. Этот рычаг должен сработать. Все. Мы открыли его. Ну, все, берем теперь веревку и спускаемся. А зачем жвачка-то нужна была? Никто не знает. Наверное, самое интересное впереди. Ладно, давай. Бери веревку и пошли вниз. Ножичком, оказывается, надо было подковырнуть. Понятно? Веревка осталась, кстати, там же. Ну, ладно. Окей, никого нет. Как легко попадать в сокровищницу, согласитесь. В музее, да? Которое они охраняли всеми силами. О, камера. Наблюдение. Дальше не смущает, нет? Такое не могло случиться. Выставочную витрину прикрутили к полу, и она весит несколько сотен килограммов. А что это, камера? Новейшая модель, это так называемое видеонаблюдение. Я уже слышал об этом. Она записывает картинку, а потом можно ее посмотреть. Точно, записи трех камер сохраняются, и можно их посмотреть в комнате охранников. Ничего себе. Ничего себе. Как я уже сказал, мы не исчадим ни денег, ни сил. Я видел достаточно много, но мне интересует что-то другое. Ну да, камера увидела, а его не увидел. Ну, бывает, да? Констебль старенький. Зрение плохое. Ух. Тут выступ 20 сантиметров, а он тут улегся. Нет, сначала камеру надо вырубить. Видеонаблюдение охватывает целый зал. У меня надо ее выключить, но как? Как, жвачку тебя зачем-то дали? Залепи. Нет. Бумарчика. Нет. Бриллиант. Нет. Мешочек. Вот, мешочек можно надеть на камеру. Надеюсь, что Инч устранил охранника, противно в случае охранник скоро увидит, что здесь что-то не в порядке. А, да, охранник уже валяется. Темнота. Все, камеру устранили. Камера уже ничего не увидит. Ну и хорошо. Спускайся давай. Теперь мы можем свободно спуститься. Сейчас или никогда, сказал он. И мы оказываемся в сокровищнице возле... Ока. Подожди, а что, все? Остальное нас не интересует. Так, ограждение. Этот кордон не справится с ворами. Используй стеллаж для... Разбей... Разбей... Подожди, как это разбей? Сейчас же сработает что-то. Как посетитель музея, я бы смотрел на драгоценность, но как вора меня более интересует пленепробиваемое стекло. Толщиной в полтора сантиметра нет ножа, который с этим справится. Посмотрите на высочную витрину с окон сфиньца. Ладно, я в таком случае как справиться с пленепробиваемым стеклом. Как? У меня есть алмаз. Я думаю, про это мне сейчас и написали, да? Я в хранилище, но оттока отделяет меня еще пленепробиваемое стекло. Давай. Конечно, алмаз режет все, так как он тверже, даже пленепробиваемого стекла. Но этот алмаз маленький, я еле держу его в пальцах, а мне надо больше, чем только поцарапать стекло. Больше. Ну давай здесь что-то прилепим. У меня нет идей. Нет никаких шансов. Я мог бы всю жизнь сбить, но не сделаю это даже этим даже царапинным. Как мне сделать больше? Прикрепи его. Жвачку к стеллажу. Нет? Вот, к стеллажу, да. Ну, гений просто. Криминального мира. И что это нам дало? Даже если я его не разбил, то немножко поцарапал. Жвачки нет у меня больше. Что, ножичком поковыряем? Нет? Вдавливаем алмаз в жвачку. Вдавливаю алмаз в жвачку вершиной в сторону стекла. Жвачки прикрепили лево это алмаз в стеклу. Интересно. Ну а теперь врежь стеллажом, я думаю. Теперь мы разобьем, я думаю, да? Алмаз только не забудь забрать. Ну все. Вот так мы с вами пробили дыру. Правда, сигнализация, по идее, должна сработать. Она и сработала. Нет! О, кто-то сбросил мне веревку. Он хочет закрыть меня здесь. Но почему? Он еще не получил драгоценность. Что он... О, нет! Начинается, да? Опять темнота. Это мы провалились вниз в подвал. Моя голова. Ах! А кто это стоит? Алло? Сними что? Подожди. Тут что-то появляется. Какая-то мелочь. Кто это стоит? Охранник? А где я вообще нахожусь? Я вниз упал, да? Сними крышку. А, я в саркофаге нахожусь, да? Молочага. Мы нашли себе. Толкай его туда вниз. Этот саркофаг спас меня от щебня. Египтяне знали, что делают. Констебль Оливер. Его мысли полностью поглощены дырой в полу. А, это наш рыжий констебль. Это наш Антон уже внизу. Зельнер. Понятно? Он уже там ходит, а этот его ждет. Он закрыт. Он не может выйти отсюда. Пока я сижу тихо, он меня не заметит. Ладно, что будем дальше делать? Используем камень. Он там, Роберт. Я это знаю. Возможно. Иди в комнату охранников и открой дверь. Скажи руководителю. Цельнер, не делайте этого. У меня все под контролем. Ай, простите меня. Повезло, что ты туда не ушел. Так, все, мы сделали это. Потерял сознание. Он придет в себя через несколько минут, и у него будет болеть голова. Два балбеса, два констебля. Это противоположность интеллекту... Легендного взлома. Инч, наверное, решил быть жестоким, когда узнал, что не может рассчитывать на меня. Я бы погиб в этом взрыве и был бы козлом отпущения. Лезь вверх. Вообще-то, лезь вниз. О, у меня есть пистолет. А, мы же сейчас ползем в комнату и направим пистолет на Инча. Помните, когда мы закончили играть за констебля, так и закончилась-то сцена. Как вы это сделали? Как вы положили письмо на сейф-поезде, откуда вы знали, что Гепхарт убил баронесс? И эта взрывчатка под сокровищницей, даже если ваша рука нездорова? О, она больна, можете мне верить. Да, мне нужна была помощь, мальчик на посылках, который был бы моими руками и ногами. Мальчик на посылках? О, Адиль, кажется, это будет интересно. Он талантливый, но совсем не заслуживает доверия. У него свой ум, свои планы, не так ли, Адиль? Я никогда не хотел проливать кровь. Пришло время сделать исключение. Ай-яй-яй-яй. Он забыл только об одном. У меня все под контролем всегда. Что, даже патроны вынял у констебля, да? Конец истории. Нифига себе. Зельнер, тебя что, убили, что ли? Нифига себе, нет. Глупый маленький полицейский. Он не должен был задираться с Вороном. Ты не Ворон. Ворон никогда не убил беззащитного старика. А теперь и тебя сейчас убьют. Нет, когда-то бы не убил, но теперь это сделал. Или, по крайней мере, все будут так думать. Какое это имеет значение? Кто ты? Мы сотрудничали с ним, с Вороном. Я и мой брат. Он виноват в том, что мой брат застрелен, и что у меня повреждена рука. Он пожертвовал нами. Кто? Кто это Ворон? Я не знаю. Я никогда не встречал его. За все эти годы я не нашел его. Ты не знаешь, на кого ты работал? Правда в том, что после этой несчастливой ночи в Париже он никогда не вернулся к делам. Если хочешь вытащить его из укрытия, если он в состоянии что-то сделать, тогда кража столетия совершена другим вором под его псевдонимом. Но он не пришел. А я отомстил ему. Вор джентльмена, теперь убийца, бросающий бомбы. Ох, надеюсь, что он еще жив и бессильно наблюдает, как я уничтожаю работу его жизни, так как он уничтожил мою. Ну хватит от этой болтовни. Иду. Но почему? Твоя девушка сбежала. Если я не смогу устранить всех свидетелей, я могу лишить их показания. Достоверность. Почему ты убил бедного Цельнера, парень? Они повесят тебя и твоего сообщника. Ха-ха-ха. Действительно, ни один пистолет не заряжен в этой игре. И ты ему дал уйти, да? Великолепно просто. Нашла коса на камень, Ворон, ты слышишь меня? Где бы ты ни был, я победил тебя. Добрый вечер, господин Инч. Будьте так любезны око сфинкса. Ты! Это невозможно! Драгоценности сейчас же. Как всегда, вовремя прибывает полиция. Инч, стоять ты арестован. Ага. Опа. И око ушло вниз. И скорее всего будет навеки утрачено, да? Тем более два ока. Подделки. Две подделки было. Они не могли разбиться. Давайте что-то объясняйте. Потому что... Куда оригиналы делись? А, может она поменяла все-таки? Алекс, может их поменяла? Воргений, который украл две подделки, а потом упал и убился. Что-то, чего-то никто не может объяснить. Но для газет важнее всего было настоящие драгоценности. Очи сфинкса, они снова вместе в египетском музее. Что это за игра? Игра ворона. Наконец, вы его поймали. Второй раз я видел в глазах Инча удивление и гнев. Но вы не думаете, что сначала мы должны были верить, что это Гебхард, а теперь, что это Инч? Он постоянно где-то там. Итак, кто это Ворон? Хрен вам расскажет, кто такой Ворон. Вот это да. Что, все, конец? А, еще нет. Но хоть Алекс выжила. Это она поменяла камни, нет? Или сам Констебль? Здравствуй, Касавчик. Здравствуй, Касавец. Хватит, мой отец скоро придет. Ты ему сказала о нашей помолке? Да, она сказала. Ой, я почти забыл свою роль. Папочка, мы знали, что ничего не случится. Все время ты был Антоном Джейкобом с Эльдором. С самого начала до конца, даже когда мир рушился. Вот в чем дело. Неплохо, все получилось, не так ли? Ну, Инч почти нас убил бомбой, и я чудом избежал судебного разбирательства. А, да, это очень захватывает, правда? Я еще так не веселился с момента своего выхода на пенсию. Доктор Гебхард почти убил тебя. Никто не мог это предусмотреть, но хотя бы это мы быстро сделали. Лучше, если бы все было по нашему плану. Мы бы отменили драгоценности на судне, а Инч не похитил бы Алекс. А по-моему, еще лучше, если бы ты мне не набил шишку. Тогда у меня не было бы оправдания, чтобы остаться на судне. Я просто импровизировал. Хм, ты прав. Я боялась, что Инч заметит твой бронежилет. Ха-ха-ха, ты. Он был слишком уверен в себе, когда обнаружил ваш план. Он был вполне убежден, что держит все в руках. А на самом деле он никогда внимательно не присмотрел по драгоценности в высочной витрине. А после небольшой борьбы мы украли две драгоценности. Он взорвал половину музея, чтобы украсть эту подделку. Он всегда был другом и наглым. И когда я не должен был с ним сотрудничать, его брата убили из-за его лицемерия. И он сам тоже. Но я предпочел бы увидеть его в тюрьме, чем в гробу. Мы не должны задираться с вороном. Давайте выпьем за твою пенсию. За наше будущее. Они даже не чокнулись. Да, великолепно просто. Бронежилет, оказывается, у него под желтой рубашечкой был. Ну все, понятно тогда. Мы так и не узнали, кто такой ворон. Потому что ворон в этой, по крайней мере, части игры не участвовал. Хотя подождите еще. Легран что-то думает, думает, думает. Сейчас, наверное, на ворона выйдет точно. Наконец. Что? Что там? А, еще одно письмо от ворона. Дорогой Нико, ворон мертвый. А другие преступники все еще живы. Они более жестокие и бесчеловечные, чем он. Кто в состоянии их остановить? Это была бы большая потеря, если их не было. Хороший полицейский не справился, потому что искал покойника, и его жизнь потеряла смысл. Пусть умершие покоятся с миром, они не вернутся. Ворон. Понятно, и перышко, как обычно. Бедная ворона, у которой выдергают на каждое письмо по перышку. Представляете? Она уже голая, блин, лысая. Все, ворон так и не попадется в руки Леграна. Но он теперь может просто выпить таблеточку и померить, да? Да. Наконец-то он может отдохнуть. В общем, понятно все. В общем, понятно все. Ну что, Рэйвен Ремастерит. Кинс Арт Геймс. Ну, это конец, друзья. По финальной заставке, что мы услышали? Вы слышали, что это письмо? Последнее письмо с перышком. Читал именно наш констебль Зеллер. То есть, он фактически и есть этот самый ворон, потому что голоса совпал. Но это мое мнение такое. А вообще остается, конечно, очень много загадок. Ну, во-первых, это бронежилет, естественно, под желтой рубашечкой, который спас ему жизнь. Это раз. Во-вторых, это как Алекс, будучи пристегнутой к стулу, сбежала с комнаты, где присутствовал Инч. Очень интересный тоже момент. Ну, и третий момент. Зачем констебль ходил по поезду и всех опрашивал про ворона? Если он знал с самого начала, кто такой ворон? И что его семейка вместе с дочерью и будущим зятем задумала? Похищение, естественно. Но зачем это все было проворачивать констеблю? Непонятно. Ну, конечно, он хотел просто указать на то, что помимо ворона в мире существуют более жестокие ужасные. Убийцы, подрывники, на которых стоит обратить внимание, а не ловить невидимую птицу. Ну, это такое мое мнение. Вот на что хотел обратить, наверное, внимание констебль Зельнер, то есть ворон. И поймали мы довольно опасного рецидивиста, который раньше помогал ворону и никогда его не видел. Поэтому, собственно, объяснимо, что Зельнера никто в лицо не знает. А он уже на пенсии, как говорится, пьет шампанское на Лазурном берегу. Ну и плюс квесты, некоторые, например, квест с кошельком. Как это объяснить? Он нашел кошелек. А, ну это легко объясняется. Он нашел кошелек, но не сдал музыканта полиции, потому что сам не является полицейским, а сам он является вором. Правильно? То есть своего напарника он не сдал. Также еще один момент у меня напрашивается. Они пустили в поезд в Сюрихе представителя полиции Швейцарии, но так и не проверили у него документы, что ли, получается. И при этом впускали его во все объекты, которые находились у нас. И на корабле, и в поезде. Ну, в принципе, конечно, Цельнер спас жизнь полицейским и всем остальным в поезде. Возможно, поэтому он и присутствовал, чтобы имя ворона не было опорочено. И он на самом деле просто хотел вывести на свет настоящего убийцу, который действительно убивает и взрывает. Ворон же этого не делал, он просто был обычным вором. И ни кем более. И плюс ко всему он хотел закончить дело с этими глазами сфинкса, которые, видимо, не давало ему жить. Теперь же он спокоен, счастлив и ждет свадьбы своей дочери. Ну, вот такая вот развязка, друзья. У нас такой себе получился стандартный детектив. Ну, конечно, с интригой. Не думал, что он, конечно, так закончится. Это, конечно, самое главное. Мне это больше всего понравилось, потому что не люблю, когда все известно с самого начала. Здесь же пытались, пытались изменить линию сюжета. Я много раз думал, кто же Ворон. Оказалось, что все-таки Ворон наш главный герой. Только на пенсии. Но вообще классно. Очень здорово проработаны персонажи. Очень интересно было читать их историю. Великолепные диалоги. Единственное, что русская локализация, конечно, после первой главы начался ад. Кошмарный. Началась ошибка на ошибке. Времена перепутаны. Рот перепутан. Окончание неправильно расставлено. Читать было очень трудно. Но это не самое главное. Спасибо, что хоть вообще не были эти субтитры. Потому что без субтитров такое количество текста переварить было невозможно. Хорошая графика. Отличная музыка. Неплохой сюжет. Как для бюджетной игры. И, конечно же, очень классный персонаж. Которым, в принципе, как и в книгах, прикипаешь душой. И следишь за каждым их диалогом, чтобы узнать больше о том или ином человеке. Ну, а на этом все, друзья. На этом мы, наверное, будем заканчивать. Вряд ли выйдет продолжение этой игры. Потому что с 2013 года, по-моему, тогда вышла оригинальная игра. Только через 5 лет вышла ремастер-версия. Ну, вряд ли. Вряд ли будет продолжение этой истории. Ну, и на том спасибо, что хотя бы ремастер-версию выпустили. И я обратил на нее внимание. Так бы, конечно, я долго добирался бы до этой игры. А так с удовольствием ее прошел. И советую всем любителям детективных историй. Нисколько квестов. Квесты здесь довольно простенькие. Особо здесь нечего-то и думать. Была одна только загадка с дверью в подвале музея. Была такая ненормальная. Все остальные, в принципе, развязываются. Внимательно смотришь на экран. Кликаешь на все подозрительно. И загадки проходятся. А вот для любителей детективов и книг детективных сериалов эта история, я думаю, понравится. Спасибо всем, кто смотрел, друзья. Спасибо всем, кто поддерживал лайками и комментариями. Думаю, периодически радовать всех, кому нравятся такие игры на нашем канале новыми поступлениями из этого поджанра или жанра. Спасибо всем еще раз. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. И до новых интересных игр на нашем канале. Пока.